Я создала любительский женский вокальный ансамбль «Туймада». Из числа студентов музыкального училища вокального факультета и из талантливых участников самоидности. Субтитры подогнал «Симон» Как только услышу слово «Туймада», для меня сердце, любое слово «Туймада» меня уже волнует. Наш бессменный руководитель, наш учитель, очень настырный человек. Если ей что-то надо, она всего добьется. Так и должно быть характер руководителя. Как музыкант и как деятель она у нас самая сильная. Ансамбль «Туймада» – наш второй дом. Руководитель наша вторая мама. Всегда так говорим. Светлана Павловна, она у нас лидер. Прежде чем Светлана Иванова стала истинным лидером, ведущим за собой музыкантов и воспитавшим целую плеяду хорместеров и вокалистов, она была обычной девчушкой из села Хоробот Мегина-Кангаласского Улуса, вышедшей из многодетной семьи сельского учителя Игнатьева Павла Ивановича. Все в этой семье было хорошо и складно. Детям уделялось немалое внимание. Особенно ей, той, которая долгое время была младшим ребенком. Меня назвали «золотая девочка». У меня всегда нем. Я была долго самой маленькой девочкой. И моя сестерка родила через 9,5 лет. Павел во рту, и папа что-то взглянет твердо, сразу слезы. Большие капли слез, говорят. И, ну, так это я выросла вот в любви, в ласке и даже где-то избалована. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошло время, и мечта учиться в самом аристократичном городе мира все-таки исполнилась. Так Светлана Иванова стала студенткой Гирижерско-хорового факультета Государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Музеи, театры, филармония, выставки. Ну, это все, наверное, все это я впитала в себя. Там встретила свою первую любовь отца моего, моей дочери. Вышла замуж за него. И, в общем, самые счастливые годы моей жизни, наверное, наполненные, насыщенные. Мне в жизни просто очень повезло. На учителей, на школу, имеется в виду профессиональная школа. Ну, то, что я училась в Ленинграде, в генеральной консерватории, это одна из лучших вузов не только в России. И я горжусь этим. Как бы песни – это жанр самая тянет, так, да? Ну, а кто будет заниматься им профессионально? Как-то так получилось, что пошло-пошло, и я… Это стало смыслом моей жизни. Это стало… Я даже не мысли, кем бы я еще, где бы я еще работала, кем бы я еще была. Являясь профессионалом своего дела, Светлана Павловна вдохнула новую жизнь в старинные фольклорные напевы. Малые песенные формы она расширяет за счет выстраивания развернутых музыкальных композиций, раскрывающих единую тему и один художественный образ. Песенные миниатюры сопоставляются по принципу сочетания темповых, динамических, жанровых особенностей, количество исполнителей, а также их тембральных сочетаний и возможностей. Учитываются ею и принцип исполнения хоровых произведений и ансамблевых, которые отличаются весьма разительным образом. Хор – это монолитное большое полотно, где большими набросками, да, а ансамбль – это более маленький пейзажик, мелкие детали, более такая же детальная работа, более тонкая работа, более прозрачная, более трудоемкая даже. Если в хоре одной партии поют 10 человек, то у меня двое поют, или даже одна поет свою партию. Надо создавать все равно многоголосы его разнообразия, полифоническом, гармоническом изложении. Она требует все равно наличия какой-то обертоновой наполненности. Так, в 1987 году из числа участников самодеятельности и студентов музыкального училища был создан любительский женский вокальный ансамбль «Туймада». Вся талантливая молодежь проходила через отбор, ведь руководителю необходимо было подобрать не просто певцов, а нащупать в каждом из них определенные вокальные находки. Каждого прослушиваю. Во-первых, есть голоса, которые в ансамбле не сливаются по тембру. Есть, которые не очень хорошо интонируют. Она меня проверила, прослушала. Я спела якутскую такую песню. Вот эту песню. Как фросса Бурлакова, я ее как народную песню спела. Видимо, я ей понравилась. Она сказала, вот таких надо брать. Когда ансамбль перешел на другой уровень, и он уже приобрел государственный статус, требования к вокалистам повысились. Сегодня туда берут специалистов, профессиональных вокалистов. Однако кастинг по-прежнему является единственным способом отобрать лучших из лучших. Будучи еще студентом четвертого курса, я увидел объявление, то, что ансамбль Туймара проводит кастинг, мужской состав ансамбля. Я с детства уже являлся фанатом ансамбля и знал все песни наизусть. Я подготовил два произведения, зашел к ней в кабинет, говорит, ну что, слушаем. Была песня о соле мио, мы начали ее чуть в низкой тональности, и она говорит, давайте проверим голос. Она говорит, все выше, выше, играет, 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 тональность все выше, выше, выше. И я уже там на верхах уже начал. Ко мне не поступают по блату, по знакомству, не поступают по какой-то личной симпатии или какой-то. Поступают только те, которые подходят для данного состава. Ну, вот приходят уже взрослые личности, да, а как их объединить? Только одно. Любовь к своей работе, к своей профессии, любовь, уважение к своему коллективу. Вот это то, что нас объединяет. Сколько я ее знаю, она очень преданный человек своей профессии. Слава Павловна очень деятельный человек. Изнутри она любит порядок. Все расписано по нотам. Она и как мать, и педагог, и хормистер, и просто очень хороший человек. Она относится к нам, как к своим родным сыновьям. Коллектив у нас небольшой, как семья мы живем. Я здесь больше, чем дома, да? Я здесь больше, чем в семье. И заботы, проблемы артистов моих. Это мои проблемы. Как и с музыкальной, с профессиональной точки зрения, как и в личной жизни она нас всегда поддерживает, понимает. До того, как взять какое-либо произведение, она сначала говорит, я хочу вот так, вот так вот. Какие у вас есть дополнения? Потом мы говорим свое мнение. Она это все собирает в одно и делает одно хорошее произведение. В самих обработках в песнях очень глубокая душа у нее всегда присутствует в песнях. В основном мы берем народные мотивы. Душа сразу как-то вот у нас раскрывается в песнях. Светлана Павловна Светлана Павловна очень грамотно все делает. Музыкально, и фразировка, и выражение у нее яркое. Репертуар у нас очень большой, да? Скажем. В течение 30 лет у нас в репертуаре более 300 песен. Все эти песни для нашего ансамбля обработки сделала Светлана Павловна. Сначала у нас были простые песни, как скажем, керет, ира, керет, ир, 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 ир. Вот такие песни. Друголосие было. Это друголосие. Песни от мазиторов тоже мы пели. Потом же развитие же ее, человек развивается, более сложные, акапельных песен. У нас много очень народного творчества, да? Народные песни, самые известные. Коллектив создать, это время нужно. Это не только впетость, да? Это нужно, чтобы артисты хотели одно, желали одно. То есть работа их, чтобы вдохновляла, да? Чтобы они полюбили это многоголосие. Вот всегда с ней работается легко в плане творчества. Остальное то, что вот за работой, это уже отдельная тема. Работа, она очень убита. Это же ее дичище она создала. Когда увлечется, то ее уже не остановить. Очень увлеченный человек. Работает от души вдохновенно. И песни, которые я делаю, я же обрабатываю, да? Они меня звучали здесь все время. И вот я иду домой, на остановке стою. Это иногда мне прорывается прямо, я начинаю петь. Внутренне я пою, конечно. Однажды моя артистка говорит, смотрю на остановку с авто. Салапана ходит туда, с настройками машет, с руками. Что-то это так неудобно было. А я совсем забыла, что я на улице. У меня звучит, и везет оттуда. Знаете, получилось так, что когда что-то делаешь, да? Ну, песни, когда делаешь, фразы, ищешь фразы, куда приходят фразы. Я все это напеваю про себя. Так что я не на публику пою, да? Те песни, которые я сделала, все впеваю в себя. Тогда только можно почувствовать дух этой песни, чтобы из него что-то сотворить, что-то создать. Создание репертуара стало моей самой, наверное, трудоемкой работой. Я создала огромный, разнообразный репертуар. Репертуар для мужского и женского состава совершенно разный. К появлению мужчин появились песни в стиле Дегаряк. Они более энергичные, более мужественные, скажем, более, хотя есть очень много тонкой лирической песен. А я очень люблю мужские голоса. И решила, попросила, требовала, настаивала, чтобы мне выделили дополнительно хотя бы 4 единицы для мужского состава. Знаете, все были против. Начиная моих артистов. Как разрушить образ, созданный уже Туймадой? Это девушки, это как бы они молодые, красивые, как лебедушки, да? И вдруг какие-то мужчины, да? Но со временем все признали мою правоту, потому что и постановочные части очень интересно стало, да? И песни богаче звучат, а мужской диапазон Госса очень богатый. И начались более театрализованные, более содержательные, более углубленные концерты. Не потому, что пушки бьют, а потому, что вновь поют, забыв, что здесь и тут поют, поют шальные соломи. Первые музыкальные мюзикли снял государственный вокальный сам Туймада. Там, ты говоришь, сох, это, если перевести на русский, это будет «Любви, недвины», на основе более 20 песен Аркадия Иксева, метра нашей эстрады. А получилось так, что в репертуаре накопились песни, и когда мы решили снять фильм, мы добавили еще, и талантливая артистка стала режиссером, постановщиком. Сначала спектакля, музыкла, а потом уже мы сняли художественный фильм. Второй музыкаль мы сделали На основе песен Алексея Егорова, народного артиста, известного автора песенника, представителя Союза автора песенников, исполнитель, сам вокалист. Работа – это образ жизни, понимаете, да? Это гастроли, это выезды, это разлука с своими детьми, близкими, да? Это надо все выдержать. Во время гастролей бывает много случаев и веселых, и невеселых, поэтому мы готовы ко всему. По соседству со Среднеколымским, Нижнеколымский, и на территории Нижнеколымского района находится поселок Андрюшкино. Тундра бескрайняя, да? Ничего, негде засепиться взглядом. Маленькие кустики. А Санна Павловна такой человек, когда она видит красивую природу, она уходит в нее. Вообще ей, хоть что там делай, она вся в этой природе. Я иду, пою, никто же меня не слышит. И раз упала Саня. А он уехал, он же не слышит на этом. А я одна осталась в тундре, никого нет. Там же волки водят, все, это же уже ночью, вечером. Я уже начала немножко бояться, все. Куда идти? Как? Это же очень далеко. Литовитый океан же вообще вот. И спустя только минут 10, наверное, только вот голова поселка Андрюшкина вернулся за ней. Только обернулся, увидел то, что ее нет. Глаза выпущу, меня ищет. Где меня уронил-то? Ну, вот такой момент был. Объездив все улусы необъятной республики, ансамбль Туймада стал частым гостем на зарубежных фестивалях и конкурсах. Так, яркие впечатления и колоссальный опыт коллектив получил в стране восходящего солнца Японии. Несколько раз выступали в Италии, Франции, Бельгии и Польше. Для артистов эти поездки как воздух нужны, потому что в собственном соку никто, ведь застой получается творческий, правда? Мы объездили более 100 городов, 16 регионов России по линии фестиваля-марафона «Песни России» под руководством Народной артистки России Надежды Бабкиной, с которой мы до сих пор держим дружескую связь, творческую связь. Девочки, я вами восхищаюсь, какие вы уникальные, а ребята замечательные. Мальчишки, я вас обожаю, как вы работаете потрясающе, с какой энергией, с какой подачей, с каким уважением к своему собственному народу. И чем больше народ обращает внимание на свою национальную культуру, тем он дольше живет, тем он дольше продолжает совершенствоваться. Смысл в этом фестивале был, конечно, сохранение песенной традиции и духовно-нравственной, конечно же, культуры народов. Очень колоссальный большой опыт переняли от них. Огромный опыт коллектив получил и в недавней поездке в Грузию, показав все свое мастерство на международном конкурсе «Фесталония Джорджия». Энергия активного творческого поиска, высокий уровень исполнительской культуры, владение большим и разнообразным по стилю репертуаром создали все предпосылки для успешного выступления артистов в Тбилиси. Итог конкурса – первое место в номинации «Вокал». Данная награда является новым этапом в развитии многоголосного вокального искусства Якутии. За все годы работы у нас выпущено более десяти альбомов. Сначала были кассетные, их где-то около десяти уже, солисты, квартеты, женский состав. С приходом нынешнего молодого состава изменился и репертуар ансамбля. Он стал более молодежным, темповым и даже где-то задуманным. Первое чувство – это было ответственность, потому что мы уже знали, что такое Туймада. Мы должны знать, мы должны стать, как они, предыдущие солисты. И это было очень волнительно. Пять минут, пять минут, больше слов раздастся вскоре. Пять минут, пять минут, помиритесь с тем, кто в ссоре. Конечно, я безмерно ей благодарна за мою судьбу. Она сыграла большую роль в становлении меня как личности, как певицы, как работника. Каждый артист у меня имеет свой сольный репертуар. Особенно те, которые давно работают, у них несколько сольных программ. Это обязательно нужно, потому что каждый солист, каждый вокалист должен индивидуальное развитие получать. Светлана Иванова – это человек, родеющий за сохранность якутских песен, присвойственной ей интонационной, образной оригинальностью и самобытностью. Наверное, скажу, что я счастливый человек, потому что человек, который занят любимым делом, и где он знает, что он на своем месте, где он может быть нужным, наверное, счастливый человек. Как бывают среди самодеятельности интересные находки, так и рождаются в далеких якутских глубинках самородки. Таковой является и Светлана Павловна Иванова. Сама как цельная, завершенная музыкальная форма, впечатляющая и разнообразием, и размахом. Может, аккордом? Каким-то аккордом таким. Может быть. Ну, многоколосие же аккорды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok